Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Шумбратрав» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. 16 апреля отмечается важное для мордовского народа событие – День мордовских языков. Активно эту дату отмечают почти во всех районах Ульяновской области. Этой дате был посвящен и школьный праздник, который проходил 29 марта в Ундоровском лицее. Шум врачи! Такими словами встречают всех гостей Дня мордовской культуры. В переводе с мордовского языка это означает «добрый день». В Ундоровском лицее все пропитано национальным колоритом. Народный мордовский костюм, особенно женский, очень красочный. Он подразделяется на ирзианский и макшанский. Мордовские женщины очень любили украшения, особенно бусы. Также неотъемленную частью наряда является головной убор. Его на праздничном мастер-классе мог изготовить любой желающий. В нашей мордовской культуре, как и в других национальностях, есть разные наряды, в том числе и головные уборы. Сегодня я на данном мастер-классе показываю изобретение головного убора. В нашей национальности есть головные уборы разные, так же, как и в других, есть и для замужних женщин, и для молодых девушек и девочек. Они были разные, соответственно, праздникам, соответственно, статусу, соответственно, возрасту. И названия у них были, конечно, различные. На дне мордовской культуры помимо головного убора можно было изготовить и куклу в национальном костюме с бусами и в платке. Неподалеку от мастер-классов выставка фольклора, столовой утвари, игрушек и книг. Праздничную программу продолжили народные песни, танцы и дефиле костюмов, которые школе подарил Ульяновск курорт. Я считаю, что языки, народы – это часть и богатство нашей России. Мордва является частью этого богатства. Руководитель организации, в которой мне посчастливилось работать, является представителем этой нации. И мы являемся постоянными спонсорами всевозможных праздников и в целом мордовской автономии. В частности, для Ундровского лицея были приобретены национальные костюмы. Подобные мероприятия проходят в Ундрах регулярно. Местные жители очень любят национальный колорит и мордовские праздники. Все это способствует популяризации малых народов по Волжье и их культуры. Дело в том, что этих мероприятий порядка 120. И они будут проводиться по всей области, по всем школам, где есть, во всяком случае, ребята мордовской национальности, Эрзи или Мокша. Ну и где стремятся школы, где хотят ознакомить с культурой мордовского народа. На территории региона проживают почти 40 тысяч представителей мордовской национальности. Больше всего Эрзи и Мокши в Николаевском, Кузоватовском и Новомылклинском районах. О важности изучения и сохранения родного языка сегодня мы говорим с человеком, который по роду деятельности связан с эрзианским языком. У нас в гостях главный редактор газеты «Ялгат» Татьяна Меганова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, давайте напомним нашим зрителям о вашей газете, а некоторым, может быть, юным нашим зрителям придется и познакомиться с ней. Газета издается с 2001 года, несет культурно-просветительскую направленность, рассказывает о культуре, традициях, быте мордовского народа. Издается при поддержке правительства Ульяновской области. Оформить ее можно в почтовом отделении. Материалы в газете печатаются на русском и эрзианском языках. У нас налажены тесные дружеские связи с учителями по преподаванию юрзианского языка. Они передают нам материалы детей, которые ведут исследовательскую деятельность или которые обладают творческим талантом, которые пишут рассказы, песни, басни. Все это мы печатаем на страницах нашей газеты. Татьяна, в нашем регионе сейчас активно популяризируется изучение родного языка мордовского и мордовской культуры. В этом направлении ведется большая работа. В некоторых школах преподается эрзианский язык как предмет, родной язык. Как вы считаете, насколько злободневно и актуально знать эрзианский язык в наше время? Я начну с того, что Россия многонациональная страна, и на ее территории звучат языки различных народов, и разные народы уживаются в ней. Каждый народ – это неповторимая история, культура и, конечно же, язык. Сохранить язык народов, национальностей, этносов – это важнейшая задача. Всего на Земле около 7 тысяч языков. 400 из них находятся под угрозой исчезновения. В России под угрозой исчезновения находится порядка 150 языков. В основном это языки малых народностей. Я бы очень не хотела, чтобы язык моих предков, эрзианский язык, попал в их число. Татьяна, скажите, пожалуйста, а вы знаете какие-то случаи из жизни других, может быть, людей, когда эрзианский язык спасал жизни? Да, я знаю несколько таких случаев. Вот, например, один из них. Вот, представляете, женщина, рожденная в эрзианской семье, в чистой эрзианском селе, в Мордовии. До 17 лет жила, разговаривала на эрзианском языке. И потом, как раньше это было, уехала на заработки в Ростовскую область, будучи молодой девушкой. Конечно, там уже не было возможности разговаривать на родном языке. Она создала семью с русскоговорящим мужчиной. Родились у них дети, но они не слышали эрзианский язык. И с возрастом женщина заболела, у нее случился инсульт. И она, вот, представляете, напрочь забыла русскую речь. Она могла только понимать и говорить чисто на эрзианском языке. Но это же больной человек, его надо было обслуживать, понимать его потребности. И единственное, что их выручило в этой ситуации, что следом за ней приехала младшая сестра и поселилась в соседнем селе. И вот только эта сестра могла переводить и помогать дочери ухаживать за матерью, переводить с эрзианского на русский. Вот это удивительный, я тоже считаю, случай. И еще мне известны случаи в год Великой Отечественной войны. И мы об этом печатали совсем недавно, вот пару номеров назад, ранее. Когда эрзианские ребята из Ульяновской области в год Великой Отечественной войны попали в плен. И вот как-то однажды они разговаривали между собой на родном языке, их услышали. Услышал их эрзианин и оказал им помощь, он помог им бежать. Он сделал им документы, собрал вещи и вот так спас. Удивительная вещь происходит. Еще один случай, тоже известный, что на поле боя лежал солдат и уже практически умирая, получил серьезное ранение. И видимо в бреду он произносил слово «ава», «ава», что значит «мама», «мама». И уже когда проходили, видимо, солдаты Красной Армии, вот они услышали его зов. И эрзианин услышал вот это слово, знакомое ему, конечно же. И оказал возможную помощь, его отправили в госпиталь. И вот такие ситуации имели место в жизни. Это вы описываете у себя в газете. Мы писали об этих случаях в газете, да. Спасибо. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько детям важно знать родной язык? Ведь некоторые родители не хотят изучать родной язык, считая, что это лишняя нагрузка для детей. Как сделать так, чтобы дети полюбили свой язык? Многочисленными исследованиями уже давным-давно доказано, что дети, которые изучают несколько языков одновременно, их мозг более пластичный, и нейронные связи в нем образуются гораздо быстрее, что сказывается на успешности ребенка и его способности переключаться с одной задачи на другую и быстрее приходить к результату. То есть никаких минусов нет, есть только плюсы, и родители об этом должны знать. А для того, чтобы ребенок полюбил язык своих предков, родной язык, конечно, это в большей степени задача родителей. И влияет на это среда, в которой ребенок проводит больше всего времени. Конечно, это семья. И если родители будут между собой разговаривать на ирзианском языке, если в доме будет звучать музыка на родном языке, будут на полках находиться книги, газеты, журналы на ирзианском языке, конечно, ребенок полюбит этот язык и будет считать неотъемлемой частью его родителей. Поэтому все зависит от нас. Что мы вкладываем в своего ребенка, на каком примере их растим. И еще считаю, что важным моментом является то, что когда успешные люди, медийные лица без стеснения признают свою национальную принадлежность и говорят на ирзианском языке, это тоже будет порождать в детях любовь. Допустим, блогеры, они могут сказать что-то на своем родном языке. Представители бизнеса, представители культуры, образования. Люди, которые добились высоких показателей в своей области, тоже являются примером для подражания. И это было бы хорошо, если каждый признавался вам. Татьяна, скажите, пожалуйста, как же обстоят дела в вашей семье? В моей семье также звучит ирзианская речь. Бабушка доносит то, что она может донести до моих детей. Ну а я со своей стороны то, что я могу им объяснить, донести. И даже интересный случай у нас был зимой, когда младший ребенок, ему только 6 лет, и он нашел диски с ирзианскими и макшанскими песнями, нашел, сам включает. И у нас даже была традиция, мы когда ложились спать, он срочно вытаскивал этот диск, значит, включал. Подожди, мам, я забыла, он включал, значит, и мы ложились спать и слушали песни. Ну а старший ребенок, он как-то сам проявил инициативу и попросил меня отвезти его в творческий коллектив, где поются песни на русском и ирзианском языке. Ну я к этому отнеслась, думаю, это какой-то детский каприз, хотелка, который со временем пройдет. Значит, где-то месяц-полтора его желание не угасало. То есть, ну я отнеслась к этому серьезно, отвела его в коллектив, и сейчас он уже несколько месяцев репетирует песни на ирзианском и макшанских языках и с удовольствием ходит и ждет свое первое выступление на сцене. Поэтому в нашем случае среда сыграла свою роль. Татьяна, вы и сами вносите большой вклад в популяризацию ирзианского языка. И я имею в виду не только вашу газету, всем полюбившуюся, кто ее знает, но и то, что вы стали автором и, может быть, исполнителем нескольких творческих проектов, вплотную связанных с ирзианским языком. Давайте об этом подподробнее. Помимо того, что я уже более 20 лет работаю главным редактором мордовской газеты «Ялгат», за последние полтора года мной были реализованы три творческих проекта на ирзианском языке. Первый проект — это «Кода истяерзят», песня «Призыв», которая призывает людей с ирзианской национальности петь на мордовском, на ирзианском языке, разговаривать на нем. Второй проект — это «В поддержку участников СВО». Мы выпустили песню на ирзианском языке и также сняли клип. И, значит, третий проект — это мой подарок жителям Ульяновской области. Мы исполнили... Гимн был переведен на три языка — мордовский, ирзианский, татарский, чуварский и еще на русском языке мы исполнили куплет. Наш край многонациональный, и вот это коренные жители нашей области приняли участие в проекте. Кстати, на общественных началах я очень благодарю всех участников, кто принимал участие в моих проектах. Мы вошли в историю. Зимирский край, земля отцов, надводные и алые рассветы. Мятежный гроб был и отмехов, сказанья, сел и городов. Высокий дух великим земляков, России с давних пор воспетый. Мятежный гроб был и отмехов, сказанья, сел и городов. Мятежный гроб был и отмехов, сказанья, сел и городов. Мятежный гроб был и отмехов, сказанья, сел и городов. Мятежный гроб был и отмехов, сказанья, сел и городов. Татьяна, у вас сейчас есть такая возможность обратиться к своим зрителям и, может быть, новым читателям своей газеты. Пожалуйста. Дорогие друзья, люди, в чьих жилах течет ирзянская кровь, у вас есть уникальная возможность читать на родном языке. Оформляйте подписку на газету «Ялгат» в почтовых отделениях. Дайте будущее своему народу. Читайте на родном языке, подписывайтесь на издания, приходите на концерты, на праздники. Я надеюсь на отклик в ваших сердцах. Дорогие друзья, ну а мы с вами продолжим изучение ирзянского языка с нашей постоянной рубрикой «Учим эрзянский язык». Привет-привет, дорогие друзья. С вами Александр Данильчев и в рамках телепередачи «Шумбратрау» мы изучаем ирзянский язык. И сегодня мы с вами будем в нашем выпуске говорить о семье. И, как известно, 2024 год президентом России объявлен годом семьи. То нахните на приотвалт изучаем главные слова. Ава – это мама, но в звательной форме произносим «авай». Тетя – это отец, но в звательной форме «тетяй». Патя – это тетя или старшая сестра. Сазор – это младшая сестра. Леля – дядя или старший брат. Ялакс – это младший брат. Васло сырькай – это бабушка со стороны матери. Васло покштяй – дедушка со стороны матери. Сырькай – бабушка со стороны отца. Покштяй – дедушка со стороны отца. Монь ули авам. У меня есть мать. Сонзе лемезе Марина. Ее зовут Марина. Монь ули тетям. Сонзе лемезе Алексей. У меня есть отец, его зовут Алексей. Монь арась лелям. У меня нет старшего брата. Монь арась... Дорогие друзья, отвечайте ирзянски, и пусть у вас все будет отлично. Вас то мазанок! Уважаемые зрители, сегодня мы прощаемся с вами, и я напоминаю, что наши программы выходят на канале Уллправда ТВ. В записи ее можно посмотреть на сайте Уллправда.ру. До свидания! Вас то мазанок! Уллправда ТВ Уллправда ТВ Уллправда ТВ